Ну всё, теперь можно отправиться в Сильвер Сан Стрит. Так, всех, кого нам нужно встретить, это нужно встречать на квартире. Конечно, мы добрались до вечеринки. Вот этот свет приглушённый к какому-то уюту добавляет. Освещение вот это вот от этих баров, ресторанов. Конечно, в шумном месте я бы не хотела жить, но, видимо, звуконепроницаемость. У меня практически не слышно то, что происходит там. Мы можем разослать приглашение. Сначала я хочу провести ритуальную службу с Тейном. Он подойдёт для похорон. Давайте проведём ритуальную службу с Тейном. Тейном. Продолжение следует... Прогласить. Давайте сначала разберемся с ритуальной службой. Жалко, конечно. Мы собрались здесь, чтобы почти с памятой Микриуса. Тейн по-разному принял участие в жизни каждого из нас. Советник знал его как героя. Команда Нормадзи знала его как брата по оружию, а остальные как отца, преданного своему сыну. Жизнь не раз заводила его во тьму, но Тейн искал светлые стороны в нашей природе. Даже когда он был смертельно болен, он бежал ко мне по разрушенной войной улицам, потому что знал, что мне нужна помощь. Вы все знаете, что случилось в тот день. Наемный убийца профессиональный преступник отдал свою жизнь за галактику. Пусть он... Пусть же он покоится с миром. Кто-нибудь еще хочет восказаться? Больше всего Тейн запомнился мне уверенностью в себе. Однажды он сказал, что помню все, даже когда сделан ему ошибку. У меня бы такое сразу довело до нервного срыва, а Тейн держался под контролем. Это странно, но убийца, последнее слово, которым я бы назвал Тейна, мы прикрывали друг друга в бою, а значит он был напарником. Последний бой Тейна был важен, но давайте вспомним и то, для чего он покинул Нормандию, чтобы уберечь сына от преступного мира. Такие поступки не оставите незамеченными во Вселенной. Они эхом отзываются во всех, кто услышит о них, поэтому я здесь. Тейн воспринимал себя слишком серьезно, с которыми я не всегда была согласна. Но то, что я воспринимала как отсутствие чистого юмора, лишь скрывало невероятные усилия Тейна. Он шел поженить тем путем, на котором пособлены немногие органики. В тот день, когда Тейн поднялся на борт Армандии, все, что мы искали, знали о нем, и все, что мы знали это. Но, узнав его лучше, мы поняли, что нам незачем бояться. Он никогда не скрывал своего отношения к другим. Коллиат, ты, наверное, хочешь рассказать. А Миранда почему не пришла? Когда я был маленьким, то думал, что мой отец знает все на свете. Он говорил, что мы должны быть верны друзьям и опасны для врагов. Но когда он не дал мне, не дал нанести кое-кому вред, он извинился. Он сказал, что враги и наше эго не так важны, как те, кого мы любим. Я не хотел это услышать, я потерялся. Я тысячу способов называл его лицемером, сказал, что он дал свою вину. Теперь, я думаю, может быть, он знал все на свете. Это все, что я могу сказать. Если кто-нибудь хочет продолжать, мы будем здесь. Кто-нибудь хочет продолжить, мы будем здесь. Кажется, люди начинают расходиться. Капитан, спасибо за то, что провели это мероприятие. Когда-нибудь мы будем с теплом вспоминать его. Не знаю, смогу ли я так же философски к этому отнести. Слишком мало времени прошло. Понимаю. Прошу меня простить, но я хотела бы воспользоваться возможностью поговорить с советником. О чем? Она чувствует благодарность, и я хотела бы указать ей на саварианских биологов, нуждающихся в средствах. Если кто-то сможет совершить проразвлечение с синдромом Капроле, это только они. Если нужно будет надавить на советника, я могу помочь. Если в порядке, капитан советника решила, мне помешают хорошие отзывы в прессе. Сейчас самое время оказать такую услугу. Да, прежде чем вы уйдете, я разбирал имущество отца и нашел несколько видео-сообщений, которые он не успел вам отправить. Я скину их на наш адрес в стронете, надеюсь, они принесут больше пользы, чем более. Канал встреч, капитан. Странно, что я не видела Миранду, но это не сильно, конечно, меня расстраивало. Но я хотела, конечно, ее увидеть, хотела увидеть всех, кто с ним был во второй части. Алиара как бы не была с ними во второй части, она его не знала. Самара пришла, это хорошо. С Тином у нее были такие хорошие взаимоотношения, да. Много она с ним разговаривала во второй части, но нормально, они подружились. Ну а теперь, я думаю, что можно и пригласить кого-нибудь так просто. Подружески. Читаем музыку, мы слышим. Не знаю, почему-то не слышу музыку. Может, после того, что после этой ритуальной службы. А, вот, проверить сообщение Тейна. Первое сообщение. Шепард, я должен поблагодарить вас за мою свободу. Каким-нибудь нормалью было правильным решением. Мне было больно видеть, что пути и команда расходятся на лучшем так, чем попасть в комнату для допросов в Альянсе. Надеюсь, ты получишь это сообщение. Надеюсь, ты получишь это сообщение. Что касается меня, я нашел жилье на Цитаделе недалеко от Кольета. Кажется, его очень сильно напугал мой приступ. Не буду утомлять тебя деталями. Порой было жарко, но в сравнении с ретрослятором Омега, сущая ерунда. В общем, надеюсь, что Альянс себя услышит, не пропадает. Хорошо, что он нам передал эти сообщения. Да, мы музыку не могли включить из-за того, что нужно было посмотреть эти сообщения. Шепард, если ты отвечал на мои сообщения, то я ничего не получил, наверное, после таких типов, как я. Забавно, что именно теперь я не представляю никакой опасности, я даже на лыге исправно плачу, иначе не могу требовать от Кольета того же. Неужели налаживать свои подруги? Нет, но он бодр, постоянно работает и не связывается с темными девишками. Кажется, он серьезно решил измениться ранее этого, пришлось отказаться не только от старых друзей. Я тебе что-то узнаю только из новостей. Нам не давали возможности ему отвечать, но мы его навещали в больнице. Я бы с ним с радостью еще раз встретилась. Я использовала поддельные документы, чтобы отправить это послание. Посмотрим, сработает ли. У меня есть хорошая новость и плохая. Хорошая, что мы с Кольета выбрались за несколько дней на Землю. Я не могу сказать, что мы с Кольета выбрались за несколько дней на Землю. Свет ее глаз стрит, как насекомых стихает. Я смотрю на Землю и вижу... Прошу прощения, хотел сказать, что мы любовались на закат Нью-Мексико. И я увидел, как Скорпион поймал циферчика. Жаль, что тебя с нами не было. Плохие новости, что у меня. Я потерял сознание, ударялся головой, и Кольет увидел меня остаться в больнице Гуэртен в стадере. Задержусь здесь на какое-то время. Не хочу нырять больницу, но ведь врачи есть только там. А Кольет, я его люблю, то есть я должен ему доверять. Хоча Шепард говорит, сейчас вдруг не успею потом. Хороший такой персонаж. Такой контраст вроде наемной убийцы, и в нем столько... Если бы он был человеком, я бы сказала, человечностью. Такой душевный, разборчивый, сострадающий убийца. Но его с детства обучали, как будто предопределили то, чем он должен заниматься. Из-за того, что он чувствовал долг перед ханарами. А так, может, он чем-то другим занялся бы. Так, приглашим трейнер. Так, пригласить лейтенанта Кортеза. В конце приглашу. Давайте сначала, да, по порядку, пригласим Лиару. Субтитры создавал DimaTorzok. Каким персонажем лучше подходит? Лиара? Шепард? Я не знала, что ты играешь. А сейчас, наверное, это единственная песня, которую я знаю. Почему? Не исследованные руины, не собрана информация, не спасенный капитан. В общем, тебе не сидится на месте. А тебе? Эта песня не имеет для тебя особое значение. Я была на раскопках, а не из первых. Но она с наметела буря, и мы не могли выйти наружу. А мне не терпелось вернуться к работе. У другой женщины-археолога, доктора Алены, был это синтезатор. Она его всюду с собой таскала. Пока мы ждали, она научила меня играть эту песню. Ты не музыкант. Милая песня. Замечательная песня. Спасибо, Шепард. Меня научила эту песню подруга. Я столько времени провожу в погоне за знаниями. Иногда я забываю, что некоторыми вещам можно научиться бездействуя. Просто проводя время с теми, кто дорог тебе. И думаю, там уже как ежедневно попадать в опасные для жизни ситуации. Хорошая ученица. Лучше не бывает. Что ж, мне пора идти. Нужно посмотреть несколько отчетов. Можешь работать здесь. Можешь воспользоваться моей квартирой. Спасибо, Шепард. Думаю, я так и сделаю. Милое место. Мне придать отчетов, чтобы вы могли здесь поработать? Да, спасибо, Глиб. А то я нас устала, наверное, от Нормандии. Хотелось куда-то выбраться. Да, в такое время слишком эгоистично распоряжаться такой квартирой в одиночку. Так, а дальше кто-то у нас был на списку. Конечно, Миранду мы можем пригласить. А мы еще с ней увидим... А нет, это только с противоположным полом она может в казино встретиться. Хотя бы это... Миранда, рада тебя видеть. Ну как, нравится место? Не та часть города, в который я привыкла. Тебя видишь, Шепард. Нравится? Пока ты здесь сможешь, и мне кое-что. Конечно, без проблем. Итак, что же привело тебя назад? Ты мне дошли странные сообщения. Осознавал ощущение, будто ты сошла с ума. Не сомневаюсь. Помимо всего прочего, сломали мои каналы связи. Уверена, у репортеров выдали жаркие деньги. Да точно. Значит, клон? Ага, сама его видела. Ты что-нибудь об этом знаешь? Знаешь, только слухи, ничего такого, на что стоит обращать внимание. Но вот это Друкс, ты про нее слышала? Да, только тогда ее называли Хоу Гиллио. Впрочем, это же вряд ли ее настоящее имя, когда объявились к липционерам, собрала достигнутую команду для призрака. Я на нее особо не обращала внимания, интересно. Когда я была сосредоточена на том, чтобы вернуть тебя к жизни, нам нужна была настоящая Шепард, а не дешевая подделка. Хочу сказать серьезно, кто он. Нас сложно представить. Я уверена, что Галактика выдержала бы двух Шепард, но думаю, только в два раза больше разрушений. Сейчас он тоже скажет про этот аквариум. Черт, они закрыли мой любимый суши-ресторан? Очень жаль. Шепард, это же не... Это я полетела прямо через аквариум. Как тебе это удалось? Ну, был взрыв? Впрочем, истребление морской жизни тебе, можно сказать, ходит. И неудивительно, что Кон не смог представить. Это был первый шаг к тому, чтобы забрать. Но уже мы это остановили. Хорошо, но зачем Кону могла понадобиться твоя жизнь? Все это бегать не прыжки, стрельба, все это сумасшествие. Ну, может, что ему это понравилось. Шепард это устраивает. Ты стараешься об этом и думать. Поверь мне, я знаю, что все это ненормально. Говоря о доверии, со всей этой историей с клонами, как мне понять, настоящий ли ты Шепард? Не знаю, просто поверь. Неужели, Лев, в том-то и беда с клонами, чтоб до конца уверенно быть нельзя? Дала ли тебе, ты сама мне создала заново. Неужели ты не узнаешь, где делал свой круг? Ну же, я не оставила на тебе подпись. Может быть, ты не был клоней или нет, но больше Шепард не осталось. Разумно, похоже, придется удовольствием с тобой. У меня не жизнь и везу неверно. Это так, дорогая, это так. Окей, вот у нас приятная была встреча с Мирандой. С Мирандочкой. А Джек? Кто же Джек? Со своим вароном, челесным. Должна отсюда пригласить. Слушайте, а Джек я должна еще пригласить. Разве нет? Может, я не прочитала? Кроме почта. Армакс арена. Подождите, я посмотрю, если Джека нету в приглашениях, то тогда... Есть. Теперь Самару пригласим. Я давно ждала этой встречи с ней. Я пришла, как только смогла. Что случилось? Да ничего. Я не хотел тебя обугать. Просто когда узнала, что ты на цитадели, то захотелось снова тебя увидеть. Мы попрощались, Шепард. И что теперь будем соблюдать формальности? Эти большие окна напоминают мне о наших разговорах в отборном салоне Нормандия. Конечно, вид не такой впечатляющий, как галактика, полный звезд. Я понимаю, как он может сделать человека сентиментальным. Мне тоже нравились наши разговоры с Шепардом. Очень сильно. Смотри, что мне тут попало. Старый выпуск героических всесарок в мае 2040 года. Здесь говорится, что ты лично вытащила 50 беженцев, затопленных равнями на Невосе. Этот источник новостей сейчас не только преувеличивает. Она такая серьезная. Значит, ты не практически утонулась, посадить я в вырванные забейте матери? Отрывались. Нам не повезло, что я выжила. А еще есть истории в таком духе? Мне не так сложно, эти рассказы о твоих подвигах. Когда в записях тебя восхваляют, называют героем, ты краснешь. Приимаешь задолженность, что ты чувствуешь? Она чувствует удовлетворение, когда помогает людям, но она точно не... Нет чувства гордыни у нее. Она просто чувствует... Приятное чувство внутри, когда помогаешь кому-то просто так. Это вот тепло душевное. Думаю, ради этого она живет. Что ее способности могут кому-то помочь. Наверное, она думает, что она не уж такой обычный человек, как все остальные способности. Уж не знаю, от бога ей данные она много тренировалась, чтобы достичь того, что есть. Но не все к этому приходят. Поэтому все-таки, наверное, чуть больше удачи. И, наверное, есть в ней что-то такое, чего нет в других. Но при этом она все равно как бы относится к себе как равный, как ко всем остальным. Но и не забывайте, что если у нее есть какое-то особенное умение или навык, который может помочь людям, вот она его и использует для этого. Смущаюсь, но если честно, когда люди говорят, что я им помогаю, это придает мне силу, моей команде тоже. Что дальше? Нехорошо, Шепард, давай посидим еще, даже если сказать нам больше нечего. Хорошо. Помолчали мы немножко с Самарочкой. Трейнер дальше у нас по списку. Приносим ее. В джакузи она к ней не залезет, потому что не предпочитает мужчин. Да, он свечет урианин, к ней. Ты уверен, что? Нельзя же тащить все в Нормандию, поставить нигде будет. Горячая ванна здесь есть. Вперед. Спасибо. Ну, это не ванна, это джакузи. Ох, какая прелисия для носа полезна. Может, сегодня обойдусь без там гистонинных... Без чего? У меня аллергия на пыль, или на кошек, или на выступления перед большой аудиторией. Еще мне постоянно нужен ингибитор патонного насоса от желудка. То есть она у нас имеет какие-то проблемы со здоровьем. У тебя есть все для того, чтобы не болеть? Почти не могу найти только сукрокапсинол. У меня его семейный врач прописал в головной боли. Где же сахарной пылью или трейдер? Плацебо. Вот же глад скользкий. Теперь, когда обман раскрыт, лекарство перестанет работать, наверное. Там где-то было ароматное масло для ванны. Можешь подать? Да, держи. А люфа у тебя есть? Это же Дом Андерсон. Я думаю, что у него найдется такая штука. О, нашла. Кто-то оставил здесь дорогную сумку с туалетными принадлежностями, массажным маслом и всякими такими штучками. Ты знаешь, что такая Сандерс? Она отлично разбирается в рептом массажах. Кэлли Сандерс это же женщина, с которой живет, и живет Андерсон после своей женой, с которой развелся, по-моему. Ему так лучше быть попроще. Так, значит, Джеймс и Картеза приглашаем. Извини, мы опоздали. Заходи. Ну, кое-кто, а ты. Кто-то забыл взять его. А я не говорю, что не я. Сейчас начнется. Жесткий будет матч. Да ладно, это же дружеская встреча, чтобы подбодрить солдат. Они не будут напрягаться. Идет война, на них будут смотреть их бойцы. Так что они выучатся по полной. Это точно. Вы, ребята, видели последнюю игру Дарека Роджерса? Маэстро не проигрывает Эстебан. Ты видел, как играет Тира Санис? Она как синяя молния. Мистер Веган, ваша любовь к команде Азари вызвана скорее. Их внешний вид, и мне же быть спортивными талантами. Ничего подобного, но не совсем. К тому же тебе самому наверняка нравится горячий парк. Искал этот ваш. Ладно, виновен, а ты что? А ты за кого болеешь? Помоги мне выборы, даже не знаю. Вы что думаете, ребята? Одна из одинаковых оставшихся у людей команд по биболу. Городимы отыковали. Большая часть игроков Маэстро играли еще до первого контакта. Я знаю, что они ни разу не выигрывали Маэстро на УиДжей. Да че они мне это вообще? Какой выбор предлагают? Знаю, наверное, до этого и сделано соревнование, чтобы каждый болел за своих. Но если вы признаете свою ошибку, то я не могу признать свою ошибку. Именно то, кто выиграет. Мы спорили, сможешь ли ты угадать победителя. Всем известно, что против Шепарта не ставят. Все равно это был отличный матч. Да, хорошая вещь, а спасибо, Шепард. В любое время. Ладно, завтра тяжелый день. До скорого. Серьезные мужики.